Население Азбеста взбудоражило информацией о том, что в городе будет производиться утилизация отходов всех классов опасности. Разбиралась в ситуации наша съемочная группа. Предприятие по утилизации отходов расположилось на территории Азбестовского завода металлоконструкции. Первыми забили тревогу работники, расположенных вблизи от нового производства подразделений предприятия «Урал Азбест». В апреле жалобы на неприятное соседство были только на словах, а уже в мае в правком комбината стали поступать письменные обращения. В профсоюзную организацию поступили жалобы, обращения от работников, в том плане, что появилось какое-то новое предприятие на территории Азбеста, которое дымит, коптит, ну и, соответственно, зловонные запахи выпускают. То есть, дышать невозможно в этом районе. По словам Леонида Ремезова, правкому удалось пообщаться с непосредственным руководством предприятия НТЦ «Экотехпром» и даже побывать на производственной площадке. Нас запустили на промышленную площадку, что это за установка и так далее. То есть, мы так и не узнали. Единственное, нам сказали, что уничтожаются медицинские отходы. Но больше такой информации никакой нам не дали. Единственное, посмотрели в интернете, что это за организация. Как выяснилось, организация НТЦ «Экотехпром» ранее работала на территории Ревтинского городского округа. Свою деятельность на Ревтинском полигоне твердых бытовых отходов предприятие осуществляло с 2010 года. Но информировать жителей о своей деятельности руководству предприятий не торопилось. И не без причины. Ревтинцы оказались не в восторге от такого соседства. Информирования населения об этой деятельности не было. Какого-то обсуждения публичного не было. И поэтому в 2013 году, когда стало об этом известно, я эти факты проверил. Действительно есть такая организация, которая занимается сжиганием опасных отходов. Соответственно, начались какие-то проверки этой деятельности. Запросились документы по этой деятельности. Несмотря на то, что утилизирующее производство располагалось вне территории жилой застройки, с соблюдением указанной санитарно-защитной зоны, жители Ревтинского поспешили избавиться от нежелательного соседства. Причины озвучил нам председатель Думы городского округа Ревтинский Юрий Сухарев. В частности, он отметил отсутствие у предприятия положительного заключения экологической экспертизы федерального уровня, как того требует законодательство. И недовольство сотрудников полигона и очистных сооружений, которые работали фактически в санитарно-защитной зоне опасного производства. Там еще есть, согласно расчетам, есть и зона влияния, которая составляет 2 километра. В этой зоне влияния количество выбросов вредных не превышает предельно допустимой концентрации. Но она накладывается на тот существующий же фон. И есть цифры, скажем, даже в жилой зоне количество токсичных веществ увеличивается на 10 примерно процентов. Значит, это существенно. Я могу сказать, что у нас вот три года подряд заболеваемость раком растет примерно на 10 процентов в год. Это вот даже цифры-то как-то соотносятся. Можно не принимать в расчет это заявление, ведь четкой корреляцией между всплеском онкологии работает предприятие не зафиксировано. Но причины жаловаться у ревтинцев были. Согласно экспертному заключению Центра гигиены и эпидемиологии, несмотря на то, что среди выбросов ревтинской ГРЭС присутствует оксид азота, фоновые концентрации, пассажи оксиду азота и бензопирену в расчет не брались, поскольку в поселке не ведутся постоянные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. А значит, утилизирующее производство было запущено без учета существующей экологической ситуации. Мы живем в поселке с достаточно сложной экологической обстановкой. Значит, наше градообразующее предприятие, значит, это самый большой источник выбросов в Свердловской области. Мы это знаем, значит, и когда к этому, к этой ситуации еще и прибавляются иные какие-то выбросы, естественно, это ни население, ни меня как депутата не могло устраивать. Возмущенные жители поселка потребовали от властей убрать опасное производство с территории. В итоге предприятие закончило свою деятельность на Ревтинском и начало вывозить оттуда оборудование. Но, как выяснилось, уехало недалеко. Общество с ограниченной ответственностью НТЦ «Экотехпром» разместилось в промзоне Урал-Азбеста, причем, по словам руководителя правкома предприятия Урал-Азбест, ни комбинат, ни власти города даже не подозревали, что за производство разворачивается на площадях, выкупленных у Урал-Азбестовского завода металлоконструкций. По идее, прежде чем начинать работу такой организации по уничтожению отходов опасных и так далее, должны были пройти и общественные слушания, и соответствующий проект должен был, где есть графа о воздействии на окружающую среду, должен был защищаться в государственных учреждениях. На данный момент этого проекта у них нет. Установки, как нам сообщили, работают пока только в пробном режиме и не на полной мощности. Но, опять же, насколько мы понимаем, что уже как минимум две машины в день грузовых проходят на территорию данного предприятия. Согласно сайту russiaopt.com, госконтракты у предприятий НТЦ «Экотехпром» заключены с поликлиниками и больницами Свердловской области, в том числе и с городской больницей Азбеста, а также с медучреждениями Ханты-Мансийского автономного округа. На сбор, транспортировку и утилизацию термическое уничтожение опасных медицинских отходов класса Б, В и Г. Под этими буквами скрываются эпидемически опасные и токсичные отходы. Правком обратился в надзорные органы, Роспотребнадзор и прокуратуру. Начальник Азбестовского территориального отдела Роспотребнадзора Иван Хованов заявил, что в случае соблюдения технологии транспортировки и хранения отходов, а также правил работы на утилизирующем оборудовании, опасности для жителей новое производство не представляет. И прокомментировал ситуацию следующим образом. Поступило обращение от профсоюза «Урал-Азбест». Насколько я знаю, такое же обращение поступило в органы прокуратуры, поэтому будем работать с прокуратурой. Если в соответствии с 294-м федеральным законом прокуратура нам разрешит выход на данный объект, будем выходить, проводить внеплановую проверку, смотреть. Ответ прокуратуры должен поступить в первых числах июля. Руководство предприятий НТЦ «Экотехпром» сейчас отказывается встречаться с прессой и комментировать происходящее. Как стало известно, во вторник на промплощадке побывали представители природоохранной прокуратуры области. Они отметили, что на предприятии имеются фильтры для очистки выбросов, серьезных нарушений выявлено не было. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в воздухе не учитывались, поскольку главным требованием к производству было расположение на расстоянии не менее 2,5 км от жилой застройки. И это требование соблюдается. В настоящее время у предприятий отсутствует проект санитарно-защитной зоны, но у них еще есть возможность предоставить его в указанные сроки. Татьяна Мельникова, Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников и Владимир Денисов. Новости АТВ. Новости АТВ.